Человек без друзей Пословицами я заговорила не случайно. Во-первых, эти слова как нельзя лучше подходят к названию и сути нашей передачи. Во-вторых, пословицы эти мордовские. Между столицами Мордовии и Чувашии три сотни километров. Но чтобы узнать, что за народ мордва, чем они живут и чем у других национальностей отличаются, так далеко ехать не придется. Мордовская автономная область Мордва – это финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – Мокша и Эрзя. Вот такое определение дает Википедия, но многие эксперты придерживаются иного мнения. По одной из версий Мокша и Эрзя народы абсолютно разные. Просто жили они по соседству, а собирательное название Мордва им дали русские. Вероятно, так было удобно учитывать павловских финно-угров. Споры по этому вопросу ведутся уже много-много лет. Что ж, оставим это исследователям и ученым. Ну а сами займемся, на мой взгляд, более интересным делом. Сейчас все увидите сами. 140 километров, то есть пару часов на машине от Чебоксар – Малой Кармалы. Республика Чувашия, район Ибресинский, а вот село – Мордовское. Образовали его еще в 17 веке переселенцы Чуваши из деревни Хармалы, тогда еще Ширданской волости Чебоксарского уезда. Ну а позднее в Малых Кармалах обосновалось значительное количество мордовских крестьян, которые переселились сюда из Алатарского уезда. С тех пор так живут бок о бок Эрзя и Чувашев. Эта речка такая, Атла называется, ведет из Шардана. Вот именно там у нас немножко дальше на конце возвышенность. Там речки такие, овраги большие. И первые переселенцы, именно они жили в этих землянках. В землянках, ближе к воде. И со временем уже привезли своих родственников, жен привезли, обосновались. Вот и у нас образовалось такое старинное село. Это уже Мордовское Малые Кармалы. Сюда мы приехали в 59-м году. Тогда еще у нас село было полностью Мордовское. А сегодня, сегодня проблема у нас уже, если по национальности Мордова у нас уменьшается, у нас выходит замуж Эрзя, выходит замуж за Чуваша, а Мордова женится на Чувашке. И поэтому у нас уже национальность, конечно, сейчас 25-30% осталось только Мордовой чистой. Наверное, в любом населенном пункте, будь то город, село или деревня, есть свои легенды, предания и заповедные места. У Малых Кармалов таким сокровищем был старинный храм во имя Пресвятой Троицы. Построили его еще в позапрошлом веке, с 1876 по 1883 год. Но в период гонений, в непростом 1938 году, храм разрушили. Церковный утварь изъяли, колокола увезли. Однако главную ценность люди смогли спасти – это иконы Иверской Божьей Матери. Ее привезли со святой горы Афон. Образ считается чудотворным. В 1938 году, когда закрывали храм, сразу после собрания, молодые сразу начали разбирать иконостасы, иконы выносить, и сразу бросали в костер. И покрупнее, значит, складывали. И был в это время как раз обеденный перерыв. И, как бы сказать, рабочие оставили все это и пошли на обед. И в это время верующие сумели некоторые иконы сохранить, вернее, спасти. И в том числе была спасена, сохранена вот эта святая чудотворная икона, Иверская икона Божьей Матери, вот, медленницы села Малой Кармалы, Матрёны и с ее дочерью Раисой. И сумели вот унести вот эту икону и спрятать у себя дома. Без храма села не осталось. В 1999 году под церковь перестроили каменные здания старого магазина. Своими силами возвели деревянную колокольню. Но в 2008 году Малой Кармалы посетил митрополит Варнава. Он заложил первый камень в основании нового храма. Его возводят на месте разрушенного. Впрочем, главная драгоценность в селе – это, конечно, люди, Которые берегут традиции. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знакомьтесь, ансамбль «Горнепо» в переводе с мордовского «Колокольчик». Старожилы говорят, мордовские женщины всегда отличались звонкими голосами. Может быть, поэтому в небольшом селе удалось собрать целый коллектив из 12 человек. Сейчас ансамбль практически полностью обновился. Но хоть участники менялись, существует «Горнепо» уже более полувека – с 1948 года. В 80-х годах руководство взяло на себя выпускница отдела хорового дирижирования Республиканского училища культуры. В 1982 году я закончила училище культуры в Севильске. И вот приехала в эту деревню и начала здесь работать. Как услышала пение мордовок, мордовские народные песни, очень удивилась. Потому что такое пение очень красивое. И вот я собрала ансамбль тогда. И женщин. Мы начали петь мордовские песни. Большинство мы поем, конечно, свои деревенские песни. Ну и другие песни поем из других деревень. Но сейчас у штурвалов стала Алена Васильева по национальности «Чувашка». Что, впрочем, не мешает ей руководить мордовским народным ансамблем. Говорит, в селе «Чуваш» и «Мордова» живут рядом, дружные языки друг друга прекрасно понимают. У нас в селе нет работы. Надо куда-то устраиваться. Но так как я пришла, я не жалею. Ансамбль очень хороший. Женщины от чистого сердца ходят. Они как бы стараются, переживают за все. Я рада за них. Я рада за себя, что пришла в этот ансамбль. Да и песни в репертуаре не только мордовские. Участники говорят, можем и на мордовском, и на чувашском, и на русском. И с аккомпанементом, и без. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знают коллектив и гордятся им и в столице Мордовской республики Саранске. Недавно оттуда пришел просто королевский подарок – новый костюм. Перед вами эрзианский национальный костюм. Костюм обрядовый. Этот костюм праздничный. В рабочее время женщины-эрзианки не носили такого нарядного костюма. А вот именно праздничный костюм – вот он такой. Во-первых, сверху это называется панго, то, что сверху. А вот это сюлгамо. Это для чего? Как бы раньше женщины защищали грудь свою, защищали от внешнего чего-то плохого. И вот это сюлгамо, видите, оно украшено всевозможными бусинками. Все, что могли, женщины, в общем-то, пришивали туда. Ну а вот эти бусы – это уже как бы элемент современности. Это то, что вот с бахромой. Это пулай. Это пулай. И спереди у нас фартучек. Почему это делалось? Почему все это прикрывалось? В отличие от современности, скорее всего, женщина-эрзянка прикрывала все свои части тела, чтобы они не выступали. Чтобы это целомудрие, да. Вот бока, вот вы смотрите, здесь нужно было вышивать своими руками. И мужчины, парни обращали внимание, насколько красива вышивка, насколько девушка-рукодельница, насколько она была бы потом хозяйкой хорошей. А вот эти, то, что вот висит у них, да, ну это как бы украшение обязательно что-то звенело. Видите, вот она идет и звенит. Это говорит о том, что, ну, отпугивает что-то, да, может быть, какие-то злые силы, а может быть, просто для красоты. Вот такой вот эрзянский костюм парадный. Поют и танцуют участники коллектива для удовольствия. И, быть может, даже сами не до конца осознают, насколько серьезным и важным делом занимаются. Сохраняют и возрождают песен, обрядовая традиция мордовского народа. Национальности разные, а вот семья одна. Это вовсе не насказательное выражение о дружбе народов. Я говорю о чете Тарасовых, и сейчас мы к ним заглянем в гости. Виктор и Мария, Мордвин и Чувашка. И вот так душа в душу уже несколько десятков лет. А начиналось все, как в известной песне. Музыка нас связала. С супругой познакомились, мы в деревне, в клубе. Она работала в нашем колхозе на ферме, дояркой. А как все-таки, помните момент, кто кому подошел, кто кому понравился? Нет, это по моменту, наверное, в клубе они что-то пели. Да, пением занимались. И мы... Концертом выступают уже. Да. Какая-то песня такая хорошая была, она спела. Мы написали записку и сказали, что раз спеть. И она пела. А вот эту песню я помню, кнопочки баянные, она пела, эту песню пела. А можете сейчас напеть эту песенку немножко, помните? Чуть-чуть. Сейчас как-то начинается. Припев знаю. Припев. Кнопочки, кнопочки. Кнопочки баянные. Расскажите кнопочки, что о милом знаете. Вот эта песенка, видимо, понравилась, да, Сергей Иванович? Хорошо, а тогда, Мария, вы расскажите, что понравилось вот в парню молодом тогда? Ну, тогда уж, конечно, молодые, уж красивые, тоже было. Он трактористом работал, я на ферме доверки работала. Вот там и познакомились везде, вот. И судьба, наверное. Поженились мы долго, не уж, не этот, не ходили, не гуляли. Быстро поженились сразу. Детей уже четверых родили уже. Не зря замуж ушла. Дети умные были, стали все. Все этот, в уши кончили уж, все четверо. Три сыночка и лапочка-дочка, а еще девять внуков. Мария с гордостью отмечает. Со всеми родственниками, снохами, невестками и затеями в семье набирается 19 человек. Из родительского дома дети давно разъехались. Кто-то живет неподалеку в Обресах, ну а кто-то за тысячи километров на севере. Но вместе все равно собираются, к примеру, на Новый год. Как вы оказались в Малых Кармалах? Ну, родились здесь. Корни? Корни отсюда. Малокармалинские. Кстати, еще вот Малые Кармалы по истории первые приехали, ну как, не приехали, поселились в этом месте два купца, Кабаев и Тарасов. Вот этот Тарасов, наш предок. То есть, как раз фамилия Тарасова у вас еще идет с тех времен? Понятно. А вы, получается, как? Вы жили где-нибудь недалеко или из-за деколата? Недалеко, вот тут рядом. Сейчас я недели, а тут у меня. Но ферма тут была. Вот молодостью уж на ферме бы пришла работать. Раньше колхоз один был. Хотя деревень тут Малиновка, Кубня, Малые Кармалы, а колхоз один был. Все они работали в одном колхозе. Вот так и тесно они, как бы сказать, наверное, и познакомились. Понятно. А как узнали вы такие интересные подробности о том, что семья ваша такая, вот древний род, фамилия идет? Это когда я учился в школе, там у нас есть музей Евсеева. И Анатолий Степанович был, у нас есть преподаватели. Он мне дал именно такое задание, чтобы я выяснил, узнал историю нашего села. Я поспрашивал всех вот этих старых жителей, нашел вот эти все данные. Понятно. Еще вопрос к сыну. По национальности вы себя, например, когда спрашивают, какую называете? Мордвин. Мордвин. Мордва. Мордвины, русские, чуваши, а жена одного из сыновей вовсе представительницу южных народов. Все это одна большая дружная семья Тарасовых. В их рецепте семейного счастья никаких особенных ингредиентов нет. Виктор и Мария хором говорят, главное – любовь и уважение. А еще, чтобы все здоровы были. Малые кормалы заинтересовали не только нашу съемочную группу. Сюда, в небольшое село, в Чуваши, приезжают целые автобусы с туристами. К примеру, из столицы Мордовской республики Саранска. И ничего удивительного. Немного истории. В январе высокосного 1864 года в одной из крестьянских семей малых кормалов, которые тогда относились к Симбирской губернии, родился мальчик. По национальности – Эрзя, по имени Макар Евсевьевич Евсевьев. Ему суждено было стать, пожалуй, самым известным просветителем народов Мокша и Эрзя. Сейчас в селе работает музей, где собраны уникальные работы и фотографии ученого. Для мордовского народа он значит столько же, сколько Иван Яковлев для народа Чувашского. Кстати, сыграл эта роль или нет, но именно Яковлев принимал у Евсевьева экзамены, когда тот заканчивал школу. Когда учился в Казанской учительской семинарии, он тоже держал связь с Евсевьевым. Учительскую семинарию Евсевьев окончил с отличием, а позже получил диплом Казанского университета. Тогда и началась его научная деятельность. С именем Евсевьева связан новый этап в развитии мордовской письменности. Он составил первые буквари для Мокша и Эрзи и стал соавтором первого советского букваря для Эрзи. Его назвали «Тун Дон Чимт» в переводе «Весенний день». Полностью литературная мордовская грамматика основана на грамматике Макария Сеевича Евсевьева. В столице Мордовской республики Саранский имя Евсевьева носит государственный педагогический институт. В институте про него много знают и много документов. Я туда поехала, много о нем, например, не знала, а именно там в институте вот прочитала, увидела. Ну а на родине просветителя в Малых Крамалах его именем названа главная улица села, а еще школа. Это одно из трех образовательных учреждений в Чувашии, где мордовский язык является обязательным предметом. Кстати, к его изучению здесь, судя по всему, подходят творчески. К примеру, среди старшеклассников растет отличная смена уже знакомого вам ансамбля «Гранипов». Пока они называются веселыми нотками. Кстати, аккомпанимирует юным исполнителем сам директор школы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ А кто такой Макар Евсевьев и что он сделал для своего народа, здесь знают не только те, кто по национальности Мордвин. Шестиклассница Диана стала победительницей конкурса и в северские чтения, между прочим, со стихотворением, которое написала сама. Северские чтения Стихотворение про Евсевьева. То, что он любил с молодых лет мордовский язык, то, что в школу бегал далеко, как бы, семь верст, там говорится. И то, что мы благодарим, мы тоже изучаем мордовский язык. Гордится село не только народным просветителем. На сайте поселения местным знаменитостям посвятили отдельный раздел. Среди них спортсмены, поэты, военные и просто те, кто приносит пользу своему народу, региону, стране. Так призвание Дмитрия Трофимова спасать жизни. В 81-м году мордвин по национальности, уроженец села Малые Кармалы, закончил медицинский факультет Чек-Лун. С тех пор работает в республиканском онкологическом диспансере. Сейчас возглавляет эндоскопическое отделение. В 2005-м году получил звание заслуженного врача Чувашской республики. Юбилей же только что был, да, 150-летие Макарисеевича Юсевьева. На этом юбилее много говорилось о том, что из Малых Кармалов очень много, значит, выходцев, которые как-то себя вот проявили. Да, например, есть генералы, есть человек-номинант на Нобелевскую премию. Это же очень сильно, да, химик. Вот, это не из каждого села. Там доктора наук, профессора. А, в общем, я тут в этом ряду самый скромный. Вот. И, как вам сказать, тут все пытались понять. Почему? Значит, несколько версий есть. Ну, на стыке, значит, разных национальностей. Тут мордва, Чуваши, русские, татары, да, где-то тут. Потом есть интересная версия о том, что это геофизический разлом. Вот. То же самое там. Не всегда это хорошо. Сказывается на организме, на состоянии организма, на равновесии организма с окружающей средой. А могут быть, некоторые болезни чаще встречаются, да. Но, с другой стороны, вот это вот раздражение организма, что ли, иногда бывает в такой дозе, что оно просто оказывает стимулирующий эффект, видимо, да. Как любое раздражение в определенной дозе. И, может быть, даже это тоже имело значение. Для того, чтобы люди у нас там действительно одаренные, красивые, самодостаточные. А еще есть хорошая версия. Там у нас не вдалеке начинается, значит, берут, берет начало четыре реки. Значит, була, киря, кубня и люля. Да. Текут они сначала в суру, часть из них в суру, часть из них кубня, это сама уже большая, да, в свиягу. Ну, и в итоге все это стекает в воду. И принято считать, что в тех местах, где берут начало реки, а тут даже четыре реки, что это как бы знак свыше. Свободного времени у врача высшей категории, преподавателя института усовершенствования, врачи немного. Но в родных местах Дмитрий Николаевич бывает регулярно. Говорит, отдых там лучше, чем в заморских пятизвездочных отелях. У нас там очень красивые места. Озера, реки, природа. Это же вообще средняя полоса России. Вообще средняя полоса, она самая благоприятная. Вот сейчас я это точно знаю уже, как врач. Допустим, люди едут отдыхать куда-то, допустим, на такой юг, где там пустыня практически, климат такой очень резко континентальный, либо очень жарко, либо очень сухо. И можно отдыхать в нашей полосе. Вот я пришел к поводу, что лучше всего самый благоприятный климат у нас. Вот сейчас я, конечно, человек еще, мужчина еще молодой, да, безусловно. Но очень часто, как в песне, очень часто снится мне деревня. Действительно, вот эти картинки, они всплывают. Всплывают родители, бабушки, друзья, соседи. И все это в таком как-то радужном, сказочном. Там все было хорошо. Было хорошо, есть и, судя по всему, будет. Местные жители отмечают. В селе пустующих домов практически нет. Сюда переезжают целыми семьями, даже из больших городов. Селяне говорят, аура здесь такая. Чем холоднее февраль, тем теплее будет лето. Что ж, проверить, работает ли это мордовское приметы, мы сможем только через несколько месяцев, когда на дереве, дереве дружбы, уже появится листва. Ну а пока я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»